Дорогие друзья, вот сегодня вновь мы собрались у часовни Святой Троицы, где вот в полдень прошла молитва, соборная молитва, молитва по соглашению ради мира между Россией, Белоруссией и Украиной. Между тем газета The Washington Post сообщила, что к границе России и Украины со стороны России стянут аж 85 батальонных групп, что составляет по 750 человек в каждой группе и там какие-то танковые соединения, все такое, ужасы всякие. И между тем ходят слухи о том, что глава РФ, Путин, простите, уберите беременных женщин и детей от экранов, сдал очередной огромный кусок земли Китаю. Добрый день, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого видео, чтобы поддержать мой труд. И там же вы узнаете, как поддержать часовню, дорогие друзья. Вот, и вот добрые люди пришли на молебен, на совместный. Вот Александр Павлович рассказывает о часовне. И хочу вам сказать, что на самом деле история сама появления этого святого места здесь уникальна. Добавлю, что Кирилл Павлов, тот самый, который защищал дом Павлова в Сталинграде, священнослужитель, великий и светлый человек, благословил появление этой часовни. Место мощное и непростое. Вот. Откуда начнется война? Начнется ли война? Надеюсь, что нет, не начнется. Хотя вчера агентство Блумберг взяло и по ошибке, выпустило сообщение, что российские войска вторглись на Украину. Сообщение удалили. Вот такие дела, друзья. Александр Павлович, спасибо вам большое. Замечательное богослужение было действительно с мощными чувствами. Вот я принял в нем участие. Пожалуйста. Сегодня воскресный день. И людям, конечно, важно получить слова именно воскресные, очевидно. Здравствуйте, братья и сестры. Я благодарю Бога, что многие сегодня уже воскресенье, многие приняли участие в соборной молитве о том, чтобы Господь нас, великих три народа, Россию, Украину и Белоруссию, через, опять же, милость, через благодать Святого Духа, воссоединил бы в одну Святую Русь. Я думаю, что ни один человек, даже в Советском Союзе, не чувствовал так вот, ну, как бы, как вот гражданин, как просто человек, когда у него огромная страна, и он может от Львова там и до Сахалина проехать, да, без всяких границ и путешествовать. И все это было его, именно, ну, как бы, независимо, где бы он ни жил, хоть там в Казахстане, хоть там в Западной Украине, да. И каждый из нас, вот из граждан СССР в то время чувствовал, что у него, у него, он хозяин огромной-огромной страны, которую, естественно, Господь нам дал. Вот. Ну, правда, в то время и недра, и земля принадлежала народу, и было народовластие. И в новых условиях, я думаю, Господь нам сейчас именно открывает, открывает этот путь для того, чтобы мы уже теперь не на какой-то идеологии, да, а именно на правде, на, именно, духовной основе, на человеколюбии, на идеалах Святой Руси, и даже в больших границах, я думаю, Господь, а в пророчествах святые именно нам и предсказали, что это и будет. Огромный океан будет славянских народов, огромная держава, которая противостанет на пути, именно планетарного порабощения, на пути Антихриста, вот этих сил дьявольских, демонических. И вот если мы с вами уже начали молитву о единстве, да, то этот путь практически мы уже начали. Только теперь, постепенно, постепенно будет все больше и больше, скажем, людей. Я знаю, у Захара более 100 тысяч подписчиков. Я думаю, с нами молятся сейчас многие люди, которые и в Америке смотрят Захара, и в Европе, да, и мне звонили из Германии, из Америки. Поэтому вот эта вот молитва, которая сейчас всеми нами творится, она и, я думаю, восстановит вот эту вот огромную империю, скажем, уже духоносную, святую. И что мы будем без всяких границ приезжать к своим братьям и в Болгарию, и в Грецию, и в Сербию, да, без всяких границ, просто в гости. И они точно так же будут владеть огромной вот этой вот территорией нашей, Святой Руси. Понимаете? Да. Одно дело вот быть гражданами каких-то маленьких, незащищенных государств, да, а другое дело, когда мы будем знать, что здесь правда, здесь огромное пространство, на которое господствует правда, справедливость. То есть, где люди друг друга просто рады помочь и оказать какие-то просто услуги во славу Божию. И вот хочу пожелать вам в этот воскресный день и духовной радости, и крепости, духовного здоровья прежде всего, и, конечно, здоровья физического. И не бойтесь никакой чумы, никаких вирусов, потому что святая вода крещенская и вообще святая вода, которую мы употребляем, которую нам наши предки вот эту веру оставили, мы этой водой любую...